Сегодня в 7 вечера. Не пропустите вечернее шоу Аллы Довлатовой. Приветствую вас, друзья. Хорошего настроения. Хочу вам пожелать добро пожаловать ко мне в компанию. Буквально через несколько минут в гости ко мне придет Гарик Буррито. Он сам себя называет иностранец для собственной души. Для меня же Гарик – человек-вселенная, внутри которого, я уверена, происходят миллионы катаклизмов. Но со стороны он всегда выглядит безмятежно и гармонично. А что может быть лучше, чем в понедельник вечером побыть немножко в безмятежности и гармонии? Гарик Буррито – премьера новой песни. Ну, во-первых, с премьерой хочу поздравить. Спасибо большое. Гарик Буррито, привет, дорогой. Добрый вечер, добрый вечер. Так, ну что, сразу могу похвастаться перед нашими слушателями. Во-первых, вы слышали эту песню первый раз. И я слышала ее первый раз. Ее невозможно было найти нигде. Но вот теперь она звучит в эфире Русского радио. Но, что самое интересное, сегодня эту песню первый раз включил в космосе наш космонавт Олег Артемьев. И они вот, только что Гарик мне показывал видосики. Они сегодня тестировали скафандры, да, скоро им... Под эту музыку. Скоро им... Не просто, так они не просто тестировали фотка-то. Играют ребята Сергей и Денис на этих еще на музыкальных инструментах, на гитаре и на клавишах. Прикольно. Очень приятно, да, что ребята встречают и рассветы, и закаты несколько раз на дню по нашему. Да. Под мою музыку. Это, конечно же, очень трогательно. Давай поговорим. Ты пришел с новой песни. Песня из нового мини-альбома, который в стиле реверсив сделан. Ну, называется реверсив в стиле такого синтвейва, ретро-вейва, да. По-русски. Старая музыка с аналоговыми инструментами. Вот отлично. Все хорошо. Итак, старая музыка с аналоговыми инструментами, но стилистику вы только что услышали. Вообще ожидается, что должна зайти, потому что сейчас люди любят вот такой вот, немножко оглядываться назад, 80-е, да. Возможно, всегда любили. Просто тенденции есть, да, безусловно. Моя любовь к аналоговым синтезаторам. Почему? Откуда? Я не знаю, вот как-то вот давно я собираю синтезаторы. У меня есть Джуна 106, там, Олеся с разной коркой МС-20. Глаза. У Аллы глаза так. Ну, для Аллы, ты понимаешь, это какие-то волшебные слова, потому что, ну, я же не музыкант. Я помню с друзьями, когда вот в 90-е, в 2000-е. Да, 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 да. Все вот это вот. Мы сейчас, знаешь, на концерт ищем специально барабаны марш советские. Вот такие, помнишь, ромбические. Да, конечно. Вот, чтобы вот эти ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту сыграть. Да ты что. Это, ну, про концерт поговорим чуть позже. А скажи мне, все-таки, почему тебя привлекают именно вот эти ретро-звуки? Именно в этом альбоме захотелось смешать нашу философию, мысль, скажем так, грув с настроением тех времен. Возможно, много концептуальных идей было рождено именно в эпоху 80-х, когда вот как раз синтезаторы очень сильно повлияли на развитие музыки. То есть помните знаменитый Хэрби Хэнкок, ракет там. Ой, ну не надо выражаться, вы на русском радио. Фильм Курьера, хорошо. Хорошо, да. Помнишь? Да, это помню. Молодец. Как Бурита относится ко всему новому, мы узнаем после очень короткой, прям вообще практически незаметной рекламы, но зато после неплохой песни. Гарик Бурита сегодня с нами, ну и я приготовила для тебя Блиц для того, чтобы узнать, что тебе ближе, новое, модное, молодое или старое, традиционное с историей. Блиц со звездой. Дай квартира в Москве в новостройке или, может быть, где-то в старом фонде. В новостройке. Yes. Машина на бензине или электромобиль? Без машины, пешочком ходим. А вот сейчас, не вру совсем, мы продали машину в феврале и радуемся сейчас спокойно, не надо платить за гараж, не надо платить за бензин, мы на такси постоянно перестанем. И что, дешевле? В центре живем, мы можем на троллейбусе прокатиться, особенно Лука. Лука вообще, то есть впервые в жизни в пять с половиной, в пять лет, в пять лет он стал ездить на троллейбусе и на метро, ему это дико нравится. Нравится, да? Ну, иногда говорят, а может на такси? А приходилось ли тебе донашивать за кем-то вещи? Нет, за мной мой брат донашивал постоянно, у меня есть младший брат, он на десять лет младше, вот он все мои вещи донашивал. Ну и какая у него была реакция на это? Дай-ка мне сюда твою вещицу. А, то есть он с удовольствием, да? Да, да, да. Потому что десять лет разница. Да. Да, у меня просто такая же ситуация, девять лет разница между младшими дочками и вот как раз пять лет с половиной Маши, она с таким кайфом донашивает Сашкины вещи. А вот когда маленькая разница, это не любит вообще. Ладно, ждешь новый айфон или носишь старый, пока не сломается? Двенадцатый? Ну, если что, да, нормально, работает. Работает. Какая самая древняя вещь у тебя есть? Надо вспомнить, синтезатор Cork MS-20, 1972 года. Круто, круто. А какая самая современная? Самая современная, это все касательно музыки, безусловно. Это, если говорить о, ну так как у нас в Бурите же есть наш некий бэклайн, то, наверное, самая современная это кланк, такой называемый, такой мониторинг ушной, 3D, 3D мониторинг. Ушной. Понятно. Что ничего не понятно? Ни уними, ни уними, слушателям. Но, короче, вы понимаете, пришел музыкант профессиональный, который сам делает музыку, аранжировки, поэтому мы ему прощаем вот эти все выражения. Что ты бы предпочел? Вот здесь надо будет выбрать каждый день знакомиться с новым человеком или до конца своих дней всю жизнь общаться со старым проверенным другом. Конечно же, очень тяжело с возрастом приобретать новых друзей. Это крайне тяжело. В моей жизни мало кто может стать не настоящим другом, да. Безусловно, люди, которые со мной много лет, проверены временем. Их много? Не очень. Одного можешь сейчас назвать? Нет, конечно, Дима Андреев из Ижевска. Мы с ним дружим очень много лет. Дима, тебе большой привет. Эта песня звучит всем, звучит для всех старых друзей. Прямо сейчас позвоните старому другу или хотя бы напишите смс. Эй, ку-ку, как все дела? Дарик Бурит сегодня у меня в гостях, ты со своим реверсивом. Слово «реверсив» понравилось нам, и мы его обыгрываем по-разному. Вот, пожалуйста, диджей Смеш. Смеш с невестой. Да, тоже сделали такую коллаборацию реверсивную. Так, ну что, мы сегодня спрашивали, я спрашивала у слушателей, что из того, что нам нравится, отрицает молодежь. Ну, понятно, что твой Лука, ему всего 5,5 лет. Уже отрицает. Что так? Первое слово, которое он сказал, вообще слово было «не буду». Он нонконформист, ему не навяжешь ничего. Так, ладно, но твоя версия, что отрицает молодежь из того, что нам нравится? Даже отрицает отрицание, мне кажется. Потому что в подростковом возрасте, когда гормоны играют, по-моему, любое давление. Молодежь отрицает любое давление, выраженное в чем-либо. В правилах, в назидании, в правилах поведения. Вот отрицает, ну, это нормальный этап, который проходит все. Родителям, конечно, в этот момент нужно запастись терпением огромным, колоссальным. Возможно, в этом возрасте очень хорошо помогает справиться с этими гормонами и так далее, с отрицанием спорт, любой спорт, который, ну, как бы дисциплинирует. Главное, чтобы не перегорели люди, которые занимаются этим спортом, профессиональный спорт. Вы помните, все проходят, наверное, сколько вот у меня знакомых ребят, спортсменов, там, Дима Носов тоже рассказывал, что был момент, когда ты настолько утомился от тренировок, еще в подростковом возрасте тебе хочется гулять, ты видишь, что все гуляют вокруг, а ты прешься на вторую и третью тренировку в день, тоже бывает съезжает колпачок. Ну, не знаю, мне кажется, что спорт, он, особенно пацаны, да и девочки тоже, наверное, однозначно, однозначно, и вот у меня сын в хоккее, да, фактически, все в свою жизнь. Командная игра, да. Да, и вот первый год он не занимался, готовился к институту, вернее, ну, как выпустился, и ты знаешь, я думала, что он... Уйдет. Ну, не то, что уйдет, я думала, что он долго не встанет на коньки. И нет, сейчас поступил в вуз, снова коньки, сборную университета, и я его спросила, я говорю, скажи, а от чего это зависит, почему некоторые потом не хотят, он говорит, от разочарования. От надежды, да? Есть надежда, ожидания. Да, 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 он говорит, у меня тоже в какой-то момент я понял, что пришло это разочарование, но это не страшно. Но когда ты получаешь что-то большее, чем ты надеялся, и ты понимаешь, что ты можешь это оценить. Вот мне... Обычно решает, наверное, не желание, в смысле, наоборот, решает желание, а не ожидание. Если ты приходишь в спорт ради ожиданий своих, да, то есть вот ты занимаешься ради того, чтобы чего-то достичь... Ну, ты ради ожиданий или... Нет, не только желанием. Когда у меня желание закончилось, я ушел, там, переключился на скалазню, после скалазни на брейкденс, потом на тайский бокс и так далее. То есть со мной спорт постоянно. Я говорю сейчас, наверное, ну, о звездах, о звездах, которые действительно эксклюзивные персонажи в спорте. То есть они, мне кажется, выходят и на лед, и на татами, и на гимнастический какой-то, ну, гимназиус ради того, чтобы это просто делать. Ну, то есть ты когда... Не можешь не крутить сальто, не можешь не взять клюшку. У нас сейчас такая же певица. Вот не может она не петь. Вот она родилась, чтобы петь. Это Полина Гагарина. Отлично. Гарри Гурри, ты сегодня у меня в гостях. Мы сейчас поговорим с тобой о твоем стиле. Ты понимаешь, в чем дело? Вот ты сегодня пришел в черном. Я всегда в черном. Нет, у тебя иногда бывает, ты в белом. Я умею сочетать черное с черным. Хорошо, черное с черным. Нет, ну я помню, что бывает, что ты в белом. Нет, уже не бывает, что ли? Ну, вот, пожалуй, да. То есть либо градиент чуть-чуть в сторону серого, либо градиент в сторону белого. Скажи мне, а чего зависит? Все-таки есть градиент в сторону белого? Или вот чисто чего? Бывает, что надеваю, да. Белое иногда надеваю летом, когда жарко. Ты долго искал свой стиль? Нет. Кто-то, может, и помог всю жизнь? Супруга занимается моим стилем. А, все-таки Оксана. Конечно. То есть с ее появлением в твоей жизни стиль поменялся? Стиль приобрелся, я бы сказал. Скорее нащупался. То есть у нее все в порядке с... У нее Венера в экзальтации, как она говорит по джиотиш, да? Она чувствует стиль очень круто. Понятно, что мы оба любим монохромную одежду. Вот так открываешь наши шкафы. Черно-черно-черно-черно-белый. Черно-черно-черно-белый. Хорошо. Ты доверчивый человек? Вот ей ты все доверяешь? Да, да. Ну, я сейчас-то с возрастом менее доверчивым стал, потому что она все время смеялась. Она говорит, ну ты вообще, говоришь, ты наивняк. Ну, как это вот можно? Она людей сразу видит. Моментально вот просто. А ее мнению, вкусу, взглядам доверяешь? Только ей доверяю. Молодец. Это очень мудро. Мудрость, жена, материя, да, мать, богиня, все вот это вот оттуда, конечно. Прекрасно. Молодец, Гарик, хвалю. Ну, со временем же пришло. То есть ты становишься мужчиной, ты получаешь инициацию мужскую, только когда начинаешь, например, почитать по-настоящему женскую энергию, женщину свою. Только тогда становишься настоящим мужчиной, потому что иначе до этого все вот... Ну, мальчишка. Это тоже хорошо, в общем, мальчишка. До какого-то времени, да. А стильные артисты русского радио, это кто? Я не могу говорить о коллегах плохо или хорошо. Нет, ты можешь сказать хорошо о ком-то. А я вообще в стиле не понимаю. То есть мне... Вот в чем дело? То есть предопарте или вот как это еще там второе... Людей по одежке встречаешь или нет? Я нет. Нет? Но общество абсолютно точно встречает людей по одежке. Это уже очень давно. Справедливо? Не просто так это... Ну, в какой-то мере стиль человека – это отражение его внутреннего качества. Но не до конца, безусловно. Ну, вот люди, которые любят яркую одежду, это что для тебя? Всего лишь что-то, ну, как бы в их характере. Это не только средство выражения, но это еще зависит... Я очень точно понимаю, что это зависит от положения планет, да, в его карте. Да. И что с планетами? Расскажи-ка мне. Без понятия. Сидит она. Надо супругу спрашивать. Серебряного. Надо супругу спрашивать. Оксана у меня сразу, да, определяет. Вот ты там родился тогда-то под каким-то звездочком. О-о-о-о. Ну, это уже опыт. Понятно. Гарик Бурита сегодня с нами. Буквально сейчас красивую песню послушаем. А может, даже две. А может, не будем. Нет, нет. А потом поговорим про твой концерт. У тебя впереди концерт 7 октября. Все расскажем. Гарик Бурита у меня в гостях. 7 октября состоится иммерсивный концерт твоего коллектива в клубе «Урбан». В Москве здесь. Да. Ну, давай сразу по-русски. Иммерсивный, что это такое будет. В компании «Эля Кустик» есть такая знаменитая компания, которая производит саунд-система, да? Да. Изобрела прекрасный процессор, называется «Лиза». Ну, «Лиза». Да. Который позволяет вашу музыку распределить на… Ну, до 128 источников звука. То есть, если человеческим языком 128 колонок ставишь, и в любую из этих колонок ты можешь посылать любое количество звука, которое ты хочешь. В одну барабан, в другую, там, гитару и так далее. То есть, это примитивно. То есть, если мы говорим о развесе, которое будет у нас в клубе, это некая сфера, да? То есть, вы встаете по центру, и вас окружает, допустим, кластер звука спереди, по краям Dolby, Dolby Surround, и сзади рейры. Да. То есть, еще есть звук сверху. То есть, вы попадаете в сферу звука, с которой мы работаем. Мы можем какой угодно звук создать. А с чем это можно сравнить? Если мы говорим о 7.1, 7.5, вот то, что вы в кинотеатрах слышите, допустим, это еще больше, да, иммерсивный звук используется на выставках чаще всего, когда вы можете с помощью перформанса какого-то создать для человека погружение в аудио пространство. Что-то, в общем, это будет какой-то космос. Да, мы стараемся сделать космос, мы стараемся пересмотреть вообще саунд, конечно же, без каких-то там, можно же просто навертеть такого, что люди просто умрут. Ну да, да, да. То есть, мы все равно должны оставить давление звуковое, потому что, чем отличается обычный, мы слышим концерт из двух источников, да, стерео. Ага. То есть, 50, здесь будет больше 58, 60, да. Мне понравилось описание. Новая программа от коллектива, находящегося в постоянном поиске. Что ты сейчас ищешь? Независимо от меня весь поиск происходит. Это пытливость, это то самое действие, которое мужчины формируют. Действие – это глагол. Глагол – это основной инструмент режиссера. Поэтому, наверное, мой поиск чисто режиссерский. Я ко всему, что я делаю, подхожу с точки зрения своей профессии непосредственно. Концертное шоу, создание песни, драматургия, да, шоу. И вот мой вечный поиск – это вечный зов, да? Ты часто ездил в Индию, вообще на восток, у тебя такое движение есть. У нас семья туда смотрит, больше на восток. Вот, ты знаешь, мне сейчас нравится, Россия тоже смотрит активно на восток. Как ты думаешь, что даст восток нам? В перспективе сейчас? Вообще, я имею в виду и нашей стране. По геополитической перспективе. Я надеюсь, что это абсолютно закономерные геополитические сдвиги. Не знаю, то есть я же могу только субъективное мере свое проявлять. В твое мнение, что он даст нам. Я всегда ездил, мы всегда смотрели в сторону востока, то есть ездили, сейчас собираемся на Бали поехать. Не могу сказать ничего, то есть это непросто, да? Восток тоже тонкое дело. Несмотря на то, что нам кажется, что он ближе к нам, не факт вообще. Поэтому все будет как будет. Я вообще ничего не ожидаю. Вот в чем. Я не живу ожиданиями. То есть я принимаю момент здесь, сейчас. А я ожидаю. Люби меня, люби. Отпетые мошенники прямо сейчас для нас поют. Восток дело тонкое, ты только что сказал. Да, подтверждаю. Я предлагаю поиграть как раз на эту тему. Попробуем. Ты любишь восток, я теперь тоже. Да, в горах Средней Азии. Я тебе задаю вопросы про восток, а ты можешь интуитивно отвечать. А может быть, ты знаешь, в горах Средней Азии. Я был в горах Средней Азии. На Теншане было. Да, при рождении, при рождении мальчика, отец сажает 40 тополей. Твоя версия зачем? Чтобы сын был крепок, как 40 тополей. Красивая версия. Для того, чтобы сын, когда вырос, смог из них построить дом. Тоже прикольно. Тоже хорошо, да? Ладно, название города Душамбе по-таджикски означает понедельник. Все азиатские города с таким же успехом могли бы называться пятницей. А вот, например, европейские воскресеньями. Почему же Душамбе назвали понедельник? Интересно. Это в моем вопросе зашифрован ответ. Ответ уже зашифрован, потому что его первым построили. Самый первый город. Хорошая версия. Нет, дело в том, что в Душамбе понедельники были базарными днями. Здорово как, да? Не воскресенье, а понедельник. Да. Хорошо, всем известно, что в Таджикистане пьют много чая. Но наливают всегда в пиалоке на дно. А вот если вдруг гостю налили полную пиалу, как ты думаешь, что это означало? Допивай и уходи. Гениально. Аплодисменты. Что-то уже засиделся. Да, да, засиделся, конечно. Ну и, наконец, мне очень нравится этот вопрос. Какое блюдо на Востоке означает пять пальцев? Плов. Бешбармак. Бешбармак. Ну и почему в Катарском университете девушек учится гораздо больше, чем мальчиков? Медицина. Потому что богатые родители боятся отпускать своих девочек на Запад. Там их плохому могут научить. Ну да, легко. Понимаешь? Поэтому надо, чтобы они сидели дома и учились только хорошему. Гарик, несмотря на то, что ты угадал из моих пяти вопросов всего лишь один раз, но твои версии, они были такие оригинальные и креативные. Я буду тебе звонить из играла чуть почаще. Я готов. А тебе спасибо за твою песню, прекрасную совершенно, которую мы сегодня слушали. Новая песня. Она, я напоминаю, друзья, сегодня премьера на Русском радио «Было-не было». Реверсив. Да, с альбома «Реверсив». Да. И ищите теперь, мы уже на всех площадках ее можно найти. Да. Ищите «Было-не было». Гарик Буррито, 7 октября встречаемся на концерте. На концерте. Да, да, на концерте. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь, и мы наслаждаемся твоей прекрасной песней, которая называется «Шуга». Хочу пожелать, чтобы жизнь ваша была сладкой, радостной, но не приторной. Не диабетической. Ни в коем случае. Так, держите, держите себя в руках. Да. А я оставляю вас в компании со Светой Казариновой, с которой вы уже так давно не виделись. Две недели Света была в отпуске. Ну, конечно, и она соскучилась, и вы. Ну, все, наслаждайтесь уже общением. Гарик, спасибо тебе. Спасибо вам большое. Дорогой. До скорой встречи. Ура, ура. Сегодня в 7 вечера. Не пропустите вечернее шоу Аллы Довлатовой. Русская радио.